Добрый вечер! Начался учебный год. Многие родители со стонами вздохами вошли в него. Еще очень часто приходится за месяц до начала учебного года уже слышать страдания родителей, также страдания школьников. Мало кто рвется в школу, хотя и такие тоже есть. Многие это воспринимают как наказание, как определенную лямку, которую надо тащить. Но, с одной стороны, так оно и есть, с другой стороны, учеба это труд, и как бы там нам хотелось, не хотелось, мы в эту жизнь приходим для того, чтобы работать. И легкой жизни не бывает ни у кого. И дело не в том, что выучимся, не выучимся, учиться надо. Это наша прямая обязанность. И к ней надо подходить не как там средству погони за пятерками, или средству будущего устроить, а тоже надо думать о будущем. А в первую очередь надо воспринимать как труд, нашу обязанность. Человек в этой жизни приходит в муках и уходит в муках, и всю жизнь мучается, всю жизнь работает в поте лица, с высказанным это. И детство человек имеет первые шесть лет. На седьмом году начинается уже труд. По мере его взросления этот труд увеличивается, отягчается, и человек тащит. Чем дальше, тем все больше, больше и больше. И поэтому, как бы там хотелось, не хотелось, в первую очередь и школьники, и родители должны это воспринимать, и учителя тоже самое, должны воспринимать это как обязанность, которую все мы в этой жизни несем. И не важно, учеба это или работа, это наша обязанность. И к ней надо подходить к обязанности, и выполнять ее так, как положено. Другой разговор в том, что сейчас очень много школа глупостей преподносит. Это другой разговор. Поэтому и родители здесь должны быть мудрыми, и учителя должны быть мудрыми. Ведь сейчас многие родители устранились от воспитания своих детей. Многие считают, что я деньги достаю, зарабатываю, кормлю, обуваю, одеваю, там, игрушки покупаю, роскоши покупаю, там, все, вас обеспечил, все, ко мне больше не подходить. А это неправильно. Это неправильно. Кроме того, что родители должны своих детей обеспечить, одевать, они еще обязаны их воспитывать. И это более главное, чем кормить. Потому что жизнь тела – это просто существование, а жизнь души – это жизнь. А жизнь, она именно питается нравственностью. Если душа безнравственная, это душа умирающая. И родители должны именно учить нравственность. А мне, как священнику, приходится постоянно с этим вопросом сталкиваться. И от многих слышать, что? Ну и что? Я тебя накормил, одел обувь, что еще? Ну и все. Или не то, что там ребенку говорят, а сам перед собой, для совоправдания, отец, я обеспечиваю семью, все. Больше ничего не надо. Мать точно так же, я стираю вам, аппетирую, там есть, готовлю, все. А кто будет воспитывать? Школа? Школа воспитывать не будет. Не ее профиль. Школа учить должна, и она учит. Хорошо или плохо, она учит. Она свои фунты выполняет. А воспитывать не входит в обязанности школы, и никто не будет воспитывать. Если мы своих детей не воспитываем, то кто же будет чужих воспитывать? Конечно, никто не будет. И этот вот наш, так сказать, некий духовный сон, дремота, она приводит к недобрым плодам. Дети наши приобщаются ко всем соблазнам этой жизни, ко всем грехам. Потом мы похватываемся, но уже поздно. Тем более, учитывая, что сейчас идет экспансия греховная, то есть порабощение всех, особенно молодежи, грехом, мы должны воспитать в них иммунитет. Часто приходят слышать, ну и что, пусть ребенок выпьет, а что, сейчас вся молодежь такая. Но если вся такая, это не говорит о том, что и этот должен пить. То есть каждый родитель должен беспокоиться, чтобы их ребенок не пил, не курил, не блудил. И все остальное, и наркотики не пробовал. Каждый родитель об этом должен беспокоиться. И нечего ссылаться на то, что там все такие. Ну и что, что все такие. Мы отвечаем за своих, в первую очередь, родителей, мы имеем в виду. А за тех, их родители отвечают. Они сами, их родители. Поэтому каждый родитель несет ответственность в воспитании своих детей. Если мы их не воспитываем, или плохо воспитываем, или вяло воспитываем, или оправдываясь там, что все такие, это не говорит о том, что мы будем прощены. Нет. Мы поднесем наказание. Если мы спихнули воспитание на школу, то же самое, что мы их отказались воспитывать. Это тоже грех, за который мы понесем ответственность. И причем ответственность в этой жизни. И многие уже несут. Многие несут. Многие дети стали алкоголиками, многие стали наркоманами. Многие там детей, дети завели. Или блудниками, блудницами стали. Родители страдают, переживают. Сколько случаев, что дети заразились. Мы уже несем в этой жизни уже наказание. Еще и в той понесем наказание за то, что не воспитывали. Да, конечно, это легко говорить, воспитывая те. А попробуйте их воспитать. Это тяжело. Это мучительно. Многие стали строптивые, упрямые. Слово не скажи. Слушать не хотят. Что-нибудь скажут. Тебе так отчешут, что не придумаешь, что сказать. Но мы, родители, мы их обязаны воспитывать. Если он нас может отшить или отбрить, как говорят, это говорит о том, что мы упустили. Но мы должны найти. Это наша обязанность. Не надо, если упустили, это не говорит о том, что все, надо теперь опустить руки и ноги. Мы должны обязаны наверстать упущенные. Ибо мы отвечаем за них. И надо учитывать то, что на сегодняшний день источник всего плохого тоже является школа. Я не хочу обижать школу, не хочу ругать. Ну, это факт. Где учатся курить? В первую очередь в школе. Все курят. Давай, пошли там их за угол курить. Ой, ну и не курящий начинать курить. А что? Потому что его обсмеивают, как-то ненормальный, неполноценный. А родители должны его впитать, так сказать, что. Да, они будут смеяться, да, они будут говорить. Но это они говорят не потому, что ты ненормальный, а потому что совесть курящих, присутствие некурящих их увлечает. То есть им неудобно, что один есть откид чистый, честный. Или там не запачкай грехом. Где разврат начинается, опять же, в школе. Это началось вот перестройку. И нам стало активно навязывать, что сейчас надо, что там чуть ли не с пеленок начинается. И дети это принимают. Опять же, родители должны их научить, предупредить. А это почему-то у нас тема, которая растет стесняется говорить. А дети ее изучают задолго до того, как мы узнали, что они знают. Значит, надо быть мудрыми, знать в какой момент уже ребенку что-то сказать, что это грех, это нехорошо и так далее. Хотя нас, средства массовой информации, и там даже, как сказать, околонаучные, полунаучные, пытаются пустить пути наименьшего сопротивления. Научить их не нравственности, а блуду, как сказать, безопасном блуду. Безопасный грех не бывает. Любой грех опасный. Любой грех есть грех. Мы должны учить нравственности. А не о том, как грешить и не заразиться. Или там, не залететь. Это не наука. Возвучить нравственности. Чистоте, что, да, тебя будут искушать, да, у тебя соблазны, ты в море соблазнов, но ты обязан сохранить чистоту. И сказать, это как? И первый пример этого обучения должны быть мы сами с вами. То есть, если родители чистые, безгрешные, значит, дети будут им брать пример. А если, предположим, отец, или что еще, хлеще мать, сигареты в зубах, говорится у ребенку, что курить это плохо, то же услышать это будет. Слушать это не будет. Ну и так далее, и другие грехи точно так же. Поэтому, или, допустим, строптивые родители учат твоих детей кротости. Конечно, он будет строптивый. А когда у него есть живой пример перед глазами, тогда он сам будет как-то стараться это принять. Почему? Потому что, когда мы говорим одно, а делаем другое, это фальш. И никто не примет. Даже если они не знают, что у нас этот грех есть, а он чувствует, что душа все чувствует. А когда у нас этого греха нету, или мы его преодолели, но лучше бы вообще не было, то да, мы с тобой были примером. Поэтому, чтобы учить своих детей, мы, в первую очередь, должны себя научить. Чтобы воспитывать своих детей, мы должны себя воспитать. И это наша большая, так сказать, обязанность. Ну, еще хотелось бы по поводу школы и науки, еще поговорить о том, что сейчас идет выхолощение науки под влиянием Запада, под влиянием Америки. Почему-то нам создается такое мнение, что там наука, а у нас так себе. На самом деле, наоборот. На самом деле, очень сильно наоборот. У нас еще, слава Богу, учили, там уже давно не учат. То есть, там и наука, и высшая наука, все на очень слабом уровне. Но почему-то они, кстати, такой имидж, такой вот там что-то, поехал учиться за границей. Ах, ох. Ну и что? Не надо бредить за границей, надо бредить, надо пользоваться тем, что у нас есть. И даже если мы считаем, что это слабая наука, если человек захочет, он выучится. И он будет преуспевающим. Может быть, у плохого учителя, при плохих учебниках, может быть очень талантливым, умным учеником. Надо, чтобы он захотел, заинтересовал. Он сам найдется, выучит. Будет мыслить на тему, будет думать, будет искать, будет читать. А если ребенок не хочет учиться, то ему хоть сколько учителей, представь. Хоть самых там первоклассных. Они его не научат, если он не хочет. Потому что ничего насильно не бывает. И тем более заставить человека учиться, понимать что-то, думать о чем-то, мы не силы. Даже ребенка. Мы можем его заинтересовать. Это да. А заставить, нет. Мы можем заставить что-то делать против воли. Можем. А заставить думать против воли, это никто не сможет. В этом плане человека не хламить никогда. Поэтому, значит, опять же, в первую очередь, и родители должны стараться правильно поднести обучение в школе, или там, в средних, или высших учебных заведениях. И учителя, педагоги тоже самое. Должны стараться. Ведь не секрет. Ну, я не в обиду учителям, не подумать, что там, что-то прочее. Уметь. Но, однако, есть такое профессиональное заболевание, когда просто выполняет свою работу. Честно выполняет свою работу. Учит. Ну, кроме учить, кроме того, что можно выполнять, можно еще творчески подойти. Можно заинтересовать, как-то душу вложить. Можно отчитать там, как робот, или как магнитофон лекцию. Можно душу вложить. А, дети, это очень чувствуют. Те, кто вкладывает душу, их слушают, интересуются как-то. По крайней мере, учат более-менее. Или понимают лучше, чем. То есть уже большая отдача. Но самое главное, мы должны еще исходить из того, что обучение это и есть труд. Будет он потом помнить, не будет он потом помнить. Большинство ничего не знает. Школу кончат, забывает все. ВУЗ кончает. И, кроме того, так сказать, узкой профессиональной специализации, уже не знает ничего. Так вот, дело не в этом. Дело в том, что должно быть смиренный подход к обучению, как в первую очередь к труду, к работе. Это наша обязанность, которую должны вести и учащиеся, и учащие, и родители. учащиеся. а тем, кто поступает в учебное заведение, это все идет по одной и той же схеме. Поступил или поступила большая в семье радость, ну, теперь давай учись, значит, трудно тебе сдалось, деньги вложили, какие-то в это обучение, там еще что-то, учись давай. Ну и ведь многие начинают учебу как в лучших учебных заведениях? Ну, первый год еще как-то учатся, а начинается второго курса уже в омут бросаются в веселье студенческой жизни. В разврат дрываются люди в пьянки, в гулянки и пошло-понесло. А естественно, родители должны наставить, что соблазны будут, но те, кто на них кидает, на эти соблазны, он потом будет несчастный по жизни. А тот, кто сохранился в этих соблазнов, не поддался, это будет награждаться в этой жизни. И практика показывает, те, кто дорывались до брака, особенно девушки, они все несчастные получили замуж, все несчастные в семейной жизни. Кто себя сохранил для семьи в большинстве своем, те имеют более-менее нормальные семьи. То есть все в этой жизни так или иначе компенсируется. И любой наш грех наказуем уже в этой жизни. И как священник очень хорошо знаю, что вот тысячи примеров, вот был грех тогда-то, вот наказание сейчас. Это видно. Люди не видят этого. Люди могут только там на примере своей жизни понять. Да, я вот грешила, вот сейчас я вот страдаю. Понимают. А священник, он видит все. Когда там тысячи проходят перед ним, он видит, да, вот все имели такой-то грех, предположен на брак, вот наказание в браке. Это очевидно. Или там вот один грех был у человека, вот уже его последствия. Или там в детях последствия, или что в чем-то. Потому что ни один грех просто так не проходит. И так иначе все наши грехи, все сказываются на дети. Даже те, которые были там за 10 лет до появления ребенка, так иначе он передается. Потому что кроме генов есть еще и душа. Есть та информация, которая передается духовным образом. Я еще помню, раньше у нас в биологии, когда изучали генетику, молекулярную биологию, цитологию, ученые увидели, что кроме того, что то информация, которая передается генами, есть еще информация, которая передается как-то сверхгенов. Поэтому генную информацию, сумму генной информации именует генотип, а ту, которая, так сказать, негенетическим образом передается, назвали фенотип. Даже была наука фенетика, фены ввели понятие, то есть какие-то нематериальные носители информации о будущем человеке. Но тут же это дело закрыли, потому что здесь запахло уже чем душой, или как-то попами, церковью и всем остальным. Была советская власть, была атеистическая религия государственная, это дело закрыли. из фенетики фенотипа только остался один термин фенотип. Дело не в этом, это просто отступление лирическое. Дело в том, что кроме того, что мы получаем генетически, мы еще получаем много по духовному наследству. Душа получает много склонности к плохому. И многие наши грехи, и грехи юности, и грехи молодости передаются нашим детям. А это очень страшно. Одно дело, когда я сам страдаю за свои грехи, это одно. А видеть, когда еще твой ребенок страдает за мои же грехи, это другое. Это гораздо тяжелее. Так поэтому мы должны это учитывать и передать своим детям, особенно тем, которые пошли в средние и особенно высшие учебные заведения, что имею в виду так и так, но может быть и хуже. То есть будет наказание за все бывает определенный последствия. Ты должен учиться, значит учись. А все остальное Бог тебе даст, если будешь соблюдать свою нравственность и чистоту. Можно много на тему говорить о школе обучении, преподавании, обо всем, но кроме всего прочего еще надо сказать то, что человек должен вынести хорошего из школы. Ведь сейчас много и плохого школы про проект. Взять тот же предмет, не знаю, сейчас он есть, нет, недавно был еще этика и психология семейной жизни. Пусть на меня не обижаются, но предмет дурацкий. И дурацкий почему? Потому что сводит семейную жизнь, ну, в первую очередь, на уровень, так сказать, половых отношений, хотя главное в этой семейной жизни. Это просто дополнение к семейной жизни, это не корень семейной жизни. Сводит на уровень каких-то там психологических ситуаций, будет какой-то набор стереотипов, такой ситуации надо так, такой так, получается, человек уже действует не сам, не самостоятельно, не творчески, а по стереотипам, по программе. Он уже семейный робот получает. Это тоже страшно и опасно. Ну, и много другого. Субтитры сделал DimaTorzok